Я только приехал на велосипеде на работу, хотел очень поделиться с вами своим опытом использования сидения Brooks, а именно сидения модели C17. Что я хотел о нем сказать? Ну вот если вы в детстве когда-нибудь лазили по деревьям и садились попой на дерево, чувства примерно такие же. Ничего такого необычного нету, их все боготворят. Я понимаю, что они сделали свою историю кожаными сидениями, его я не тестил, надеюсь как-нибудь на тест. На тест их в принципе нельзя взять, потому что кожаные сидения идут, они принимают форму ваших косточек, из-за этого они там вроде как удобные, вот как седло для лошадей. Я взял C17, это сидение, тут идет резиновым, вот такое вот. Честно, я не сильно доволен, у меня сидение стояло изначально Bontrager, это вот такое вот сидение. Сегодня я поставлю назад, потому что ну какой-то там разницы я не увидел, честно. Из таких вот каких-то плюсов от Brooks украинских, что вот они дали на тест его, потому что просто купить такое сидение за 2000 гривен, ну такое, а потом его непонятно куда девать. Честно, оно неудобное, я его никому не советовал бы, твердое, сидение должно быть твердым, но это вот как-то твердое и неудобное. У меня до этого было много седел, из таких самых хороших, что у меня было, это было Proogy. Надеюсь, мое видео было полезно для вас, потому что я очень давно хотел затестить именно все седла Brooks, потому что все их боготворят, говорят, что они самые крутые в мире. Повторюсь, вероятно, это все говорят про кожаные сидения. Я взял вот это резиновое, честно. Не, я не советую никому, это зря потраченные деньги. Лучше катайтесь на родном, в идеале выбирать пожестче сидения. И круто, когда есть выемка в сидении, например, вот такая вот. Да, у Brooks и Ковчуковых такого нету. И это, наверное, один из минусов. Спасибо за просмотр, ставьте лайки или дизлайки, пишите комментарии.